3D-моделирование – сложная и недосягаемая наука или увлекательная игра. Воспитанники 30-го детского сада с уверенностью выберут второй вариант. В течение года в саду внедряют дополнительную образовательную программу «Лигра Гейм». С её помощью ребята осваивают удивительный и многогранный мир виртуальной реальности. Учатся конструировать разные предметы и даже создают свои особенные уникальные игрушки. Вот её нет вообще нигде на планете, может быть, но они разработали эту свою суперигрушку. Они её сначала нарисовали, сначала её придумали, нарисовали, создавили такие паспорта. Мы их называем алгоритмический паспорт, ну это модель такая, да, из каких деталей он состоит, из какого материала он состоит, какого размера. Они всё идеально это сделали. И потом мы перешли вот в эту виртуальную платформу, где они его смастерили. За компьютером не больше 15 минут. В остальное время свойства разных предметов, их состав, цвета и формы изучают по дидактическим материалам. Свою педагогическую находку воспитатель Татьяна Кощеева представила на всероссийский конкурс «Воспитатель года». Саров Татьяна представляла на региональном уровне. Испытания конкурса были непростыми, признаётся девушка. Лейтмотивом большинства этапов была именно та программа, которую педагоги применяют в своих садах. Начиная от визитной карточки и заканчивая ток-шоу даже, всю эту технологию нужно было проследить на всём протяжении конкурса. Вот в визитной карточке она тоже присутствовала у меня, и вся визитная карточка была построена именно на 3D-моделировании, на применении КТ-технологий. А потом в педагогической находке я рассказала теоретическую часть, основные аспекты, цели, задачи, вообще, что я своего внесла в эту технологию. Одно из самых непростых конкурсных заданий – провести образовательное событие с незнакомыми детьми. Сложность заключалась в том, что реакция детей оставалась загадкой. Удастся ли вовлечь их в игру? Но фантазия ребят оказалась настолько яркой и богатой, что отпускать Татьяну с подводной лодки, в которую они забрались, они долго не хотели. Они по-настоящему опускались на дно, они по-настоящему одевали скафандры, кислородные баллоны. Даже девочка сказала, а вдруг мне не хватит кислорода. Другой мальчик говорит, у меня есть три, я тебе, если что, дам. Вот настолько это было шикарно, и дети очень долго не выходили из этого события. Ещё одно испытание конкурса «Ток-шоу» финалистам предлагалось ответить на серьёзные и не очень вопросы жюри. Порассуждать на профессиональные и жизненные темы. Татьяну спросили, каким должен быть лучший воспитатель года. К важным критериям она отнесла то, что взрослый должен играть с умом, так, чтобы ребёнок не понял, что его пытаются чему-то научить. Впереди финальный этап в Волгограде, на котором Татьяна Кощеева будет представлять Нижегородскую область. Желаем успехов!